Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «День студента» и с вами, как всегда, час эфира проведет Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева и, в частности, ее ведущие Катя и Аня. Добрый день, друзья! У меня есть такой маленький ритуал. Я выбираю подарки только буквально за день, за два до праздника, потому что мысли приходят свежие, скажем так, и подарки всегда получаются очень-очень хорошими. Как у тебя настроение? Ты знаешь, все хорошо. Я вот у тебя хочу поинтересоваться, как твое настроение? Наши телезрители, наверное, заметили, что тебя давно не было, уже успели соскучиться, поэтому давай скорее рассказывай всем, где ты пропадала, как у тебя дела? Ох, на первом курсе, на самом деле, очень тяжело. И я переоценила, скажем так, свои возможности. Буквально после второго и третьего эфира я решила, что лучше я посвящу себя учебе. Все, спокойно сдам эту сессию. Все студенты ненавидят это слово. И все хорошо сдала. И сейчас снова с новыми силами готова ворваться в двери Чувашеского национального телевидения, нашей любимой передачи, скажем так. Ну, скажи по секрету, как твоя первая сессия прошла? Все прекрасно. На самом деле, и учителя очень помогали, и преподаватели, и учителя все поддерживали тебя на протяжении вообще всего семестра. И сдавать сессию было, ну, очень легко. Шла на экзамен, как на праздник, как говорится. Все прекрасно. Замечательно. Ну, а что, на этой прекрасной ноте, мне кажется, пора переходить к новостям. Да. Я считаю, что начнем с новостей за пределами вуза. Возьмем новости обширнее. Отец семейства воспользовался погодой и покатался на коньках прямо перед домом. Дэн Чуба из Мичигана, США, любит кататься на коньках, поэтому мужчина даже немного обрадовался тому, что на улице два дня подряд шел ледяной дождь. Кстати говоря, в США сейчас прошла какая-то аномальная погода. Почти всю зиму были морозы, и, я так понимаю, жители Соединенных Штатов обрадовались этому. Так вот, конечно, подъездная дорожка и площадка перед домом, покрывшиеся льдом, могли причинить массу неудобств. Но прежде чем бороться с такой неприятностью, отец семейства решил воспользоваться этой возможностью и развлечься. Кадры, снятые домочадцами Дэна, показывают, как он, надев коньки, грациозно совершает круги по этому гладкому катку, совершенно случайно очутившимся возле его дома. Ну что, я продолжу твои новости вне нашего университета, и моя новость будет звучать так. В феврале начался у поклонников Сергея Лазарева очень неспокойно. Как сообщают журналисты издания «Аргументы и факты», Сергей Вячеславович снова рвется в бой. Мир посмотреть и себя показать на ежегодном песенном конкурсе «Евровидение» 2019 года. В своем коротком интервью российскому телеканалу «Певец» успел сообщить о том, что намеревается достойно представить Россию на международном уровне. А чтобы подчеркнуть твердость своего намерения, признался, что теперь зритель увидит ее в совершенном новом амплуа. Поэтому, мне кажется, это замечательная новость, что Сергей Лазарев вновь врвется в бой представить достойно нашу страну. Разумеется, но кто-то считает, что Сергей Лазарев должен поехать и снова отстоять, скажем так, свое место на «Евровидении», а кто-то не хочет этого, и я считала, что считают, якобы Сергей Лазарев уже не может отстоять эту позицию, он уже провалился. Хотя второе место, я думаю, это очень хорошо. Тебе он нравится? Я помню, он приезжал к нам в Чебоксаре, выступал, это было здорово. Ну, я, мне кажется, буду поддерживать нашего Сергея Лазарева и буду держать за него клочки. Болеть за Россию, скажем так. Да. Ну, а сейчас новость, приезд Тима Белорусских в Чебоксар, это действительно громкая новость для всей молодежи нашего города, самая яркая новость. В свои 20 лет Тима Белорусских успел прославиться на всю Россию со своей песней «Мокрые кроссы» и доказать всем, что успеха добьется тот, кто любит свое дело. И постоянно, постоянно работает. Стоит отметить, что стартом в его карьере послужили социальные сети, даже не столько телевидение, а сколько просто обычный интернет, в которых он опубликовал свои песни. И я думаю, это яркий пример того, что каждый человек, каждый подросток может реализовать себя и прославиться просто благодаря интернету и любимому делу. Это яркий пример, но он молодец. Я с тобой полностью согласна, тем более я являюсь, ну, не ярой фанаткой, но все-таки я слушаю творчество Тимы. Я иду на его концерт. Да. Ты что? Правда? Ты идешь на его концерт? Я вот, к сожалению, не успела приобрести билетов, поэтому я буду ждать твоих историй в Инстаграме. Обязательно, обязательно. Видео, и я надеюсь, что, посмотрев твои истории и видео, я тоже побываю на его концерте. Разумеется. Ну что, я предлагаю переходить к новостям нашего вуза, и первая новость звучит в следующем. 6 февраля в зале заседания научного совета ЧГПУ имени Яковлева состоялось торжественное вручение свидетельств о назначении специальной стипендии главы Чувашской республики за особую творческую устремленность студентам педагогического университета. В течение 2019 года специальную стипендию в размере 1830 рублей ежемесячно будут получать 24 студента ЧГПУ имени Яковлева, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании. Свидетельство вручила проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Ольга Михайловна Лукичева. Мне кажется, это достойная новость, потому что ребята, 24 человека, студентов нашего вуза будут получать добавочную стипендию. Это прекрасная новость. А стипендия для студентов это лишнее не будет никогда, я считаю, поэтому разгуляются наши ребята. Да, а следующая новость как раз показывает, насколько наш вуз поддерживает будущих абитуриентов, старшеклассников на данный момент, и помогает им хорошо справиться с таким тяжелым испытанием, как ЕГЭ. 7 и 8 февраля на базе факультета естественно-научного образования ЧГПУ имени Яковлева в очередной раз был организован региональный этап Всероссийской Олимпиады по экологии среди учащихся 9-11 классов школ Чувашской Республики. Всего в Олимпиаде приняли участие 87 учащихся образовательных школ в Республике, ставших победителями муниципального этапа. Олимпиада проходила в два тура. В первом туре учащимся было предложено проверить теоретические знания по экологии, ответив на вопрос открытого этапа, требующих широкого кругозора и эрудиции. Кстати говоря, когда я училась в 11 классе, буквально в том году, у нас все ребята просто тряслись перед этими Олимпиадами, так хотели завоевать, выйти на другой этап все выше и выше. И я считаю, что это хорошая перспектива для учеников, потому что все-таки... Новые знакомства, новый опыт, это всегда, конечно, плодотворно влияет на твою... И конкуренция, что самое главное. Дети учатся конкурировать и быть конкурентоспособными. Это немаловажно. И следующая новость наша. На факультете дошкольной и коррекционной педагогики и психологии в рамках Дня российской науки для студентов второго курса состоялись дебаты на тему влияния современных гаджетов на познавательное речевое развитие детей. Плюсы и минусы. Мероприятие, инициатором проведения которого выступил доцент кафедры коррекционной педагогики Татьяна Николаевна Семенова, состоялось 8 февраля 2019 года. Компьютеры и интернет-технологии постепенно входят в жизнь даже самых маленьких детей и становятся одним из эффективных средств обучения и коррекции. Студенты попытались выделить из положительных, так и отрицательные стороны преимущества новых современных технологий в развитии детей дошкольного возраста. Мне кажется, это очень актуальная тема. Сейчас дети стали проводить больше времени за компьютером, но они молодцы, что они не просто тратят время, играют, а все-таки развиваются в этом, потому что будущее, я думаю, стоит за технологиями, и это здорово. Ну а следующая новость спортивная. В минувшее воскресенье Чувашия присоединена к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2019». Соревнование проводится в Чувашии с 2005 года. 37-я всероссийская массовая гонка, в которой приняло участие около 65 тысяч человек, стартовала в районе аэропорта города Чебоксары. В церемонии открытия всероссийской массовой лыжной гонки приняли участие глава Чувашской республики Михаил Игнатьев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов, министр физической культуры и спорта Чувашской республики Михаил Багаратов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, глава администрации Чебоксара Алексей Ладоков, мастер спорта России по фристайлу, участница 13-х зимних Олимпийских игр 2018, победительница 2-х юношеских Олимпийских игр по фристайлу, главный судья соревнований Лана Прусакова. Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева на данном мероприятии представляли студенты-преподаватели... Кать, ну что, это очень обширная новость, но мне кажется, нам нужно перейти к нашему видеоролику, который будет посвящен сюжету про китайский Новый год. Давайте же его посмотрим. Мы уже давно отпраздновали свой Новый год, но в Китае он наступил только 5 февраля. И сегодня, по случаю этого яркого праздника, мы собрались здесь. Давайте посмотрим, как это все было. Субтитры создавал DimaTorzok У нас в 2012 году на базе факультета иностранных языков был создан центр, сначала это был клуб китайский, а затем центр китайского языка и культуры. С 2012 года мы начали изучать китайский язык, организовали курсы китайского языка. На этих курсах сегодня учатся не только студенты иностранных языков, но и студенты других факультетов, и все желающие из нашего города. Китайский Новый год – это главный праздник у китайцев. Вы знаете, что это он отмечается по ломному календарю. Собственно говоря, вот эти все знаки зодиака, которые мы так любим, они пришли из Китая, и приходят они только во время китайского Нового года. Сейчас в праздновании, как вы видели, участвовали студенты Гуджоуского педагогического университета, которые находятся у нас на стажировке. Поэтому праздник получился, я думаю, особенно интересным. Я научился вырезать снежинки, рисовать иероглифы, научился хоть немного разговаривать на китайском. Узнал их традиции, обычаи. Это один из самых веселых праздников, наверное. Встречание праздника весны в России так интересно. Я уверена, что у всех здоровья и удачи, успехов. В эфире вновь программа «День студента» и с вами мы, ведущие Аня. И Катя. Реклама пробежала просто незаметно, и в нашей студии уже сидят наши гости. Люда и Юра. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, привет. Как у вас настроение, как вам в студии? Да, вообще красиво. Необычно оказаться с этой стороны, вообще увидеть, как это все вживую. Не страшно? Ну, а Люда? Страшно. Немножко чувствуется напряг, наверное. Не вы первые, не вы последние ребята, поэтому хочется вас успокоить и уже перейти плавно к нашей беседе. Насколько нам известно, дорогие телезрители, перед нами студенты бывшей Чувашского государственного педагогического университета. Ныне они являются педагогами. Закончили они факультет физико-математический, естественно. Один из самых сильных, между прочим, в нашем ВУЗе. Один из самых больших. Один из самых больших, да. С богатой историей, потому что все начиналось именно, по-моему, с этого факультета. Да, конечно, конечно. Поэтому, ребята, самый главный вопрос. Как же вы вообще установили свою жизнь во взрослой, вот такой уже жизни после университета? Как вам взрослая жизнь? Все оказалось не так, как было, как хотелось в детстве. Все оказалось немного сложнее, да. Ну, да и все, в принципе, хорошо. Мне кажется, многие зря переживают по этому поводу, потому что мне уже писали и спрашивали, мол, как быть, вот я на последнем курсе, что делать. Все там пишут какие-то ужасы, страхи, какой тяжелый коллектив, как все плохо. Нет, все вполне хорошо, можно свыкнуться и куда-то устроиться. И начать дарить знания детишкам. Самое главное желание и найти именно, например, даже ту школу, тот класс, где дети будут рады твоему приходу. То есть есть те, которые, например, всегда же в школах есть те учителя, которые нам не нравятся, а есть те, ради которых мы готовы приходить в школу. Вот хоть каждый день, хоть все шесть уроков сидеть. Вот мы должны быть именно теми учителями, которыми дети бы ходили на уроки просто с счастьем, с радостью, то, что мы должны давать новые знания и умения. Как вы считаете, у вас получилось быть именно такими учителями, чтобы дети хотели просидеть на ваших уроках именно все вот шесть уроков? Ну, во-первых, у них нет выхода. Им придется просидеть все шесть уроков. То есть ты знаешь, как надавить, да? Учитель должен быть состержен. Конечно, конечно, конечно. Нужно держать всех. Да, да, да. Так, Петров, Иванов. Конечно. Да, есть дети, которые, да, действительно, вот именно из-за некоторых детей, которые чувствуются отдача от детей, именно из-за таких детей хочется заниматься такой профессией. Потому что, да, есть, конечно, и двоечники, есть и балбесы, но вот есть какое-то количество детей, которые приходят, которым интересно. И вот у меня, например, на перемене в школе постоянно вокруг моего стола постоянно споры детей, которые что-то спрашивают, разговаривают, показывают какие-то картинки на телефоне. Юрий, Юрий, смотрите, как весело, смотрите, как здорово. Вот это, это. Вот они вот так вот такие. Ради них, конечно, интересно. Но ведь с детьми работать достаточно сложно. И ваша задача главная, наверное, привести любовь именно к предмету, который вы преподаете, и чтобы дети его полюбили. И что вам вообще нравится больше всего в работе с детьми? То, как они бегают там и восхищаются вами, считают вас эталоном, скажем так? Или что? У каждого по-разному ведь? Да, они просто заряжают как-то энергией. И они высасывают ее из тебя во время урока, а после они ее возмещают какими-то своими вот этими. И просто приятно идти домой уставшим. Но зато дети, они что-то узнали. Как приятно смотреть на людей, которые все-таки нашли свое место и работают на работе, которая им нравится. А еще самое большое, самое важное, мне кажется, что они работают по образованию. Да, да, это на самом деле редкость. Да, ура. Мне кажется, сразу педагогический состав обрадовался, когда увидел молодых педагогов, мне кажется, да? Да, в этом тоже есть какой-то плюс. Ну да. Ну, вначале, наверное, всем кажется, что ты такой молодой, неопытный. Все хотят научить чему-то. То есть, наверное, все больше любят более взрослых учителей, даже родители, скорее всего. Но здесь больше играет, наверное, роль общения с детьми. То есть, чем ты проще с ними общаешься, тем легче им тебя понять. И, следовательно, им приятнее с тобой общаться, и они легче воспринимают всю информацию. Вот даже взять, что я работаю, например, сейчас не в школе, а я работаю в детском саду. И там еще меньше дети, и с ними еще проще нужно общаться. И вот эта простота бывает самой важной во всех взаимоотношениях. То есть, не нужно ничего сложного, простого такого. Вот надо вот как... То есть, ключик такой к детям, это просто простота, наверное, да? Да, и самое важное быть собой. Если ты будешь ставить себя, как будто ты самый грозный учитель в мире, то, мне кажется, дети, они все равно это все воспринимают на эмоциональном плане, и они понимают, что что-то не так. То есть, если ты чистый, открытый, то они сразу поймут. Даже если как бы глаголит истину, вот есть же вот такая поговорка. Да. Вот поэтому они сразу все чувствуют и видят. Люда, расскажи поподробнее о своем кружке робототехники, где ты вот уже упомянула, что ты занимаешься с маленькими детками. Как все это проходит у вас? Ну вот я работаю сейчас в 202-м детском саду, там, да, недавно вот открыли кружок робототехники, и у нас занятия проходят недолго, у нас они примерно полчаса. И самое важное – рассказать что-то новое детям, например, есть разные датчики, которые там, движения, наклона. То есть, их надо заинтересовать тем, что есть что-то новое, то, что обычно используется в обычном мире. То есть, даже взять вот раздвижные двери в магазинах, вот все то же самое. И потом собрать некую конструкцию, да, тоже интересную, чтобы это было не просто, например, какой-нибудь ящичек, да, собранный из деталек и колеса, что вот оно едет. А именно, чтобы было похожее на что-то, животное, корабль. То есть, какие-то ассоциации. Да, 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 чтобы именно все было наглядно похоже, как в жизни. И дальше идет как демонстрация, то есть, они должны увидеть, что то, что они сделали, оно работает действительно, что это в жизни точно так же действует. Это очень интересная двумя детей, да, ведь? Вот у меня такой вопрос. Вы помните свой первый день, когда вот уже вы все официально устроились, все, вы педагог, вы преподаватель, учитель, и вот вы пришли в класс. Как это было? Было ли страшно? Как прошел ваш первый день? Ой, я помню своих детей. Господи, да. Спниться у меня в страшных кошмарах. Это, конечно, было что-то с чем-то. Да просто, когда приходит новый учитель в школу, там же сразу, а, он молодой, можно, можно, можно и побеситься, можно и бумажки. В общем, у меня первый урок, все дети стояли. Даже так? Да, то есть, никто не садился, потому что я не кричу, не ругаюсь, голос не повышаю, просто если шумно, вы стоите, если тихо, вы сидите. Все, первые 45 минут они стояли. Они поняли, что, ага, что-то здесь... Кто здесь отец в семье? Что-то здесь нечистое, нужно, нужно и вот, ну и постепенно-постепенно налаживая как-то с ним контакты с детишками. Ну, это в школе, это уже в кружке, в кружке более полегче, там все-таки. А как там? Там как? Да, просто там в первый день на 200% выкладываешься. О, еще лучше. Потому что все родители, все смотрят, все хотят, ты первый раз, первый день, ты еще ничего не трогал, ничего не видел, какие-то могут быть нештатные ситуации, ты выкладываешься на 200%, чтобы всем все понравилось, а потом уже понимаешь то, что, ага, даже, может быть, переборщил, то, что тебе даже урока не хватает на что-то сделать. Вот, и потом уже снижаешь эту планку, снижаешь, снижаешь до 100% и уже просто проводишь на своей волне. Ну, это уже комфортнее, конечно, да. Мы знаем, что вы вели активную студенческую жизнь, скучаете по ней? Ой, неоднозначный вопрос, не знаю. Ну, конечно, скучаем, но сейчас тоже хорошо. И сейчас хорошо. Другая атмосфера. Да, конечно, то есть там было одно, сейчас что другое, не надо стоять на одном месте. Конечно, есть некоторые студенты, которые уже выпустились несколько лет назад, и они все еще в ЧГПУ. И они еще все еще. Я вот поступал, он уже был, не знаю, на каком-то последнем курсе. Я выпустился, а он еще все в ЧГПУ. И каждый день я это лицо вижу. Я думаю, ну, так хватит. Ну, все, прошло, прошло, да. Любишь, отпусти. И как бы все, надо уже переходить на следующий этап. И все время, все время не стоять на месте. Пора новую рубрику заводить. Цитаты наших гостей. Да, да, да. Любишь, отпусти. Конечно, есть развитие взрослой жизни, что-то свое, что-то интересное. Конечно, приятно возиться там со студентами, но надо и дальше идти. Как вы находите общение с маленькими детьми? Ведь с ними так сложно найти, мне кажется, вот ту самую волну, на которой ты с ними будешь контактировать. Как вот научите нас? Дайте нам мастер-класс. У меня подход такой, что я просто с ними разговариваю, узнаю о их жизни. Например, я очень часто спрашивала, есть дома домашние питомцы? И они с радостью так разговаривают, рассказывают, что вот у них есть рыбки, у них есть попугай, у них есть собака, у них есть кошка. И ты такой... С их жизнью просто. А у меня, например, дома нет животных, а ты там почти в зоопарке. И они такие... Да, она вам, наверное, грустная. И ты такой... Ну, бывает иногда. Ну, не грустите. Ну, хорошо. И вот они вот как бы с такой же теплотой, когда ты их расспрашиваешь о их жизни, то есть они... Если ты с ними делишься чем-то, они с тобой тоже этим поделятся. И вот, скорее всего, простой разговор, простое общение. На самом деле, это классно найти вот ту самую, мне кажется, волну с детьми, потому что дети, они вот... Ну, непростой, согласитесь, инструмент. Их нельзя как бы, ну вот... Нельзя ими... Манипулировать. Манипулировать, да. У них, мне кажется, своя есть определенная философия. Детская, которая вот сложная. Ну да, главное понравиться тебе самому ребенку, если ты один раз ему понравишься, все. И как бы он каждый... У меня каждый день ко мне приходит маленький Тимоша, которому 5 лет, и каждый день на каждое занятие приносит мне новую игрушку. И рассказывает, что это за игрушка, зачем, как. Недавно он меня в гости к себе позвал. Даже да, это новый год. Стоит, стоит, стоит дедушка, и стоит что-то, и что-то... А он говорит, так, приходи завтра ко мне в гости, завтра, во вторник, в 3, я тебя жду. Я тебя жду. Я тебя жду. Ой, Юр, приходи, я покажу тебе, у меня лего много, я тебе все игрушки свои покажу. Неплохо, неплохо. Это, на самом деле, очень здорово, что ребята так влились. Да. А у меня такой вопрос есть тоже. Вожатыми вы работали когда-нибудь? Да. И как вам? Потому что, мне кажется, все-таки работать вожатым, это вообще в лагере. Это как такая маленькая жизнь. Такой вакуум, наверное, формируется. И чувства детей, и ваше, это все как-то обострено. И ты только один-один с детьми. Это все-таки поднимает даже твою любовь и отношения с ним на новый уровень какой-то. Ну да, но тяжелее в вожатом работать, чем в школе, то есть с детьми. Потому что там нет родителей. Многие дети чувствуют вот эту вот свободу. И начинают, что хотим, делаем, что хотим, ведем, что хотим, как. Вот это вот так все происходит. И мне кажется, в вожатом работать тяжелее. Нужно больше ответственности в вожатстве. Потому что все дети 24 часа под твоим контролем. Что-то случится с ребенком, все, ты ответственная за него. А в школе все-таки ты открыл урок, все, и отпустил ребенка. То есть в вожатом как-то тяжелее. Но все равно это какой-то опыт, который даже при работе в школе очень помогает. То есть ты если наблюдал за детьми, вот что они делают в течение суток, да, какие они могут поступки совершать, то даже смотря на детей вот в детском саду, в школе, то ты примерно можешь представлять себе картину, чем они могут заниматься в нешкольное время, да, и что может происходить. То есть это уже как более наблюдательный процесс и анализирование того, что происходит вокруг. Плюс еще с маленькими детьми, если ты работаешь в вожатом, с маленькими детьми, ты можешь примерно увидеть, когда они, например, устали. И когда у тебя кружок, дети приходят, и ты можешь, ага, он сидит не потому что грустный или у него потому что ничего не получается, он сидит грустный, потому что он устал. И значит, может быть, нужно чуть-чуть пораньше его домой отпустить. Или, может быть, не давать каких-то дополнительных занятий, дать ему просто посидеть и отдохнуть. Да, то есть, ну, работа в вожатом как бы помогает в этом плане, но она и тяжелее, мне кажется, чем в школе в кружках. Конечно. Ну что, я предлагаю посмотреть про твою работу, Юр, потому что мы много уже поговорили об этом, а сейчас давайте подробнее посмотрим, как все происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что это очень полезно. Сыну очень нравится занятие робототехникой. Он здесь первый раз, можно сказать, познакомился так плотно с компьютером. Собирает конструкторы лего. Притом не просто лего, какой мы привыкли, а лего программируемое, программируемое с помощью компьютера. Ему это очень нравится. Каждый раз с нетерпением он ждет этого занятия по понедельникам. Занятие проводит преподаватель Юра, который отлично ладит с детьми, находит с ними общий язык. И занятие проходит всегда весело, здорово. Всем очень нравится. В том числе и родителям, которые мы здесь сидим и наблюдаем за всем этим процессом. А сейчас мы хотим рассказать вам об астрономической установке на четвертом этаже главного корпуса. Ребята, расскажите подробнее. Вы, наверное, знаете, что же там установлено. Юра там был и провел целую ночь в университете, насколько я знаю. Да, да, это было интересно, конечно. Это в качестве курсовой работы я проводил исследования, наблюдал за космической радиацией. Просто 24 часа мне нужно было каждый час на 10 минут включать эту установку. Сначала, конечно, нужно было разрешение ректора попросить, потому что ночь в университете. Но это было довольно интересно. Просто в ночь сидишь, никого нет. Подожди, Юра, не рассказывай. Все, мы обязательно продолжим эту интересную историю после рекламы. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами. И сейчас Юра нам еще раз поподробнее расскажет о той установке, которая установлена на четвертом этаже корпуса. Главного корпуса ГПУ. Там стоит установка, которая меряет радиацию, которая идет на солнце. И вот я проверял, количество радиации отсюда меняется или нет. Все-таки солнышко-то заходит за горизонт. Остается ли что-то от него? И, в общем, я проводил этот эксперимент, показывал. Каждые 10 минут включал эту установку, чтобы она работала, сочетала частицы. Целую ночь тяжело было. И как бы в 8 часов я утром пришел в университет, в 8 часов утра на следующий день ушел. Это сильно. Да, и второй день я решил, ну, с разрешения декана, конечно, не ходить на пары. Потому что, да, и было очень весело. Ты идешь домой с мешками, потому что ты не спал всю ночь. И вот так вот что-то делал, писал, записывал. А все идут на учебу. Такие, привет, привет, увидимся на парах. Ага, увидимся на парах. И все. Ну, это было интересно, конечно. Ну, это как бы тоже круто. Кто еще ночью сидел в ЧГПУ? Ты застал вообще, мне кажется, не каждому студенту дано такое, чтобы переночевать. Тут в 9 уже никого в ЧГПУ должно быть. Я не ночевал, я бодрствовал еще. Я работал. Все равно ходишь, смотришь, все темно, никого нет. Ну, как ты считаешь, твой опыт удался? Ты получил? Какой зачет получил. Да, все понятно. Ну, считался, да? Да, считался. Все понятно. Опыт провел, его все сделал. Фотография, которая была сделана, я так понимаю, как раз... Ну, почти. Почти, да? Она на том же месте была сделана. Она на том же месте была сделана, да. С твоего опыта. И я думаю, что ты... А ты рассказывал, кстати, об этом опыте своим ребятам с робототехники? Они такие маленькие. Ну, я думаю, что ты, если скажешь... Если я скажу, я смотрел в большой телескоп, они такие, что такое телескоп? Мой большой бинокль. Да, но маленькие дети. А так, да, фотография у нас стоит еще же телескоп на крыше, который очень хорошо увеличивает наслюда. И в прошлом году, собственно, своими глазами видели кольца Юпитера или Сатурна, одного из этих планет. Не помню, что это было. Это был Юпитер. Это был Юпитер, потому что и там, и там есть кольца. То есть мы смотрели, там какая-то маленькая точка, и было видно, что вокруг точки что-то есть. Это просто невероятно, когда ты видишь это своими глазами, просто все внутри тебя переворачивается. Настолько это далеко. Захватывает дух. И ты можешь это посмотреть своими глазами, действительно. А там настолько точный аппарат, и даже если ты дышишь, он начинает дрожать, уже ничего не видно. То есть, задержав дыхание, подносишь глаз, и это ты видишь, и просто... Ну, это эмоции просто. А есть какое-то определенное время, чтобы поймать... Ну, вот... Летом, 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 чтобы не было... Не было облачно. Да, не было облачно, чтобы не было облаков. Можно посмотреть, да, желательно после девяти, когда это все. Ну, и, конечно, у каждой же планеты есть период, когда она восходит над горизонтом и заходит. То есть нужно еще это учитывать, потому что не все планеты находятся, не все звезды находятся постоянно в своих местах, они же перемещаются по небосводу. И вот нужно как-то узнать, где она находится сейчас, чтобы найти. Дорогие телезрители, я предлагаю вам тоже заглянуть с помощью ваших экранов в наш телескоп и познакомиться с планетами. Мы находимся на астроплощадке Чувашского государственного педагогического университета. Астроплощадка находится на крыше главного корпуса университета. У нас имеется телескоп типа рефрактор. Диаметр линзы телескопа составляет 250 миллиметров. Телескоп этот был установлен в 50-х годах 20-го века. Этот телескоп достаточно надежный, просто в обращении, и оптика у него немецкая, как она называется, которая до сих пор не помутнела. Здесь студенты во время занятий по астрономии на 4-м и 5-м курсе проходят так называемую наблюдательную практику. Они наблюдают, в первую очередь, конечно же, Луна, спутник Земли, потом планеты Солнечной системы, вплоть до колец Сатурна и спутников Юпитера. Получается наблюдать только в жаркие летние ночи в июле и в январские Крещенские морозы. Также у нас имеются другие рефракторы чуть меньшего диаметра. Купол у нас подвижный, соответственно, его можно вращать во всех направлениях. Телескоп тоже вращается, как и по высоте, так и по горизонтали. Здесь у нас происходит наблюдение в большой телескоп, и далее мы выходим, если работаем с маленьким телескопом, мы выходим на крышу. Ну что, Юра, я вижу, что у нас на столе стоит какой-то робот. Расскажи поподробнее, что же это такое. Ну вот, с детишками в клубе Кулибин собираем вот такие вот замечательные конструкции. Но они не сразу могут эту конструкцию брать. То есть ребенок должен ходить примерно полгода, чтобы они могли собрать подобную конструкцию и запрограммировать ее. И у меня к вам вопрос, что это такое? Как вы думаете? Давайте внимательно посмотрим, на что похоже. Вентилятор. Еще предположение? Это, не знаю, похоже на мельницу какую-то. Эта конструкция как раз связана с космосом. Это спутник. Да, просто спутник. Вот эти все три антенки у него крутятся, и вот конструкция так называется. Просто спутник. Как ты сказал на Юра? Я чувствую себя глупой. Просто спутник. А зачем нужна, вот, нужен USB, я так понимаю, Все через компьютер. Это все делается через компьютер. То есть дети у нас не только, не только все эти три башенки, она начинает крутиться. Одна быстрее, другая медленнее, и вот по очереди они начинают крутиться. Дети у нас не только занимаются, вот именно собирают что-то, но еще и программируют. Очень интересно, что, например, в сентябре, когда дети приходят, они ничего не умеют. Они не умеют держать мышку в руках. Казалось бы, нам всем всегда кажется, что вот ты положил руку на мышку, щелкнул два раза, программа открылась. Детям тяжело просто-напросто два раза быстро щелкнуть. То есть на это все у нас в течение года развивается. В прошлом году, когда я вот первый год, прошлый год отработал, очень была интересная история, когда летом ко мне снова пришли дети, я думаю, что такое? Это не мои дети, да? Да, нет, они пришли, новые дети пришли, и я думаю, это дети ничего не умеют делать, или просто мои, так хорошо чему-то научились, что вот эти, потому что дети казались вообще просто еле двигаются. Потом я просто понял, что мы-то с сентября занимаемся целый год, и они уже научились и программы сами открывать, и сами делать программы, и сами быстро все собирать. Но это тяжело, я хочу потом делать. Сколько примерно лет детям в кружке? От пяти до девяти. Ну да, это не такие взрослые дети. И у Люды дети еще младше. Да, у меня 4-6. 4-6? С четырех лет. Это так сложно. С четырех лет. Это научить ребенка такого, это, наверное... Это все постепенно делается, то есть это не сразу. То есть на первых занятиях мы такое, конечно, не построим. У нас на первом занятии просто что-то есть. Если крутится, да, это уже большой успех. Потому что просто открыть программу, каждому ребенку показать, как открывается, как нажимать на кнопку, где право, где лево, какие кнопки, зачем, это тоже много времени занимается. Ну, зато, когда они закончат все эти курсы, кружков, то они настоящими асами. Конечно, инженеры. Программистами сразу. Программистами, да. И пойдут учиться в ЧГПУ. Поставал своего учителя. Да, я, конечно, рекламирую, каждый день родители спрашивают, а у вас хотя бы есть образование? Хотя бы. Хотя бы. Нет, вы думаете, я просто так, да? И вы думаете, здесь мне так легко. Нет, ты говоришь, я, конечно, закончила ЧГПУ, все, физмат, 5 лет. Они такие, понятно, теперь почему так хорошо. Теперь все с вами. Люда, а у тебя пару слов расскажи нам о своем кружке. Ну, из-за того, что дети такие более-меньше, то у нас вначале мы, самое важное, это научиться собирать небольшие конструкции. То есть, в основном, это на работу моторики рук. То есть, детальки маленькие, их нужно соединять. И в основном происходит так, что дети вроде собирают что-то, да, потом они одну детальку держат, и все остальное падает. И ты такой, ну, ничего, давай с тобой за ново. их поддерживаешь? Да, конечно, ты даже постоянно пробегаешь между парт, ну, там столики маленькие, по коленочку, ты такой, так надо аккуратненько так пробежать. Ты танцор, тебе несложно я думаю. Ну, да, да, это хорошо. Даже бывает, когда я туда-сюда бегу, у нас есть еще экран, с которым мы работаем, и у нас есть замечательный мальчик, Ордион, вот, он, помимо того, что он все выполняет, все делает хорошо, он еще, можно сказать, такой болтушка немножко. И был такой момент, что я туда-сюда бегаю, там что-то помочь, посмотреть, подсказать, и он такой, а когда мы будем строить что-то бегающее туда-сюда с волосами? я такая, что? Он такой, ну вот, туда-сюда, мимо экрана бегает, с волосами такое, я такая, так, это вы что, про меня говорите? И все дети, хи-хи-хи-хи-хи. Я такая, ну ладно, хорошо. Потом еще был случай, когда, ну, это уже постарше дети, лет шесть, и у нас есть в группе близнецы, Юра и Данил, и Юра, он более такой, громкий тоже, и если он что-то не успевает, он начинает кричать, я такая, успокойся, не нужно на меня кричать, я тебе не подружка тут, и его брат-бизнес, который сидит на соседней партии, такой, подружка. Даже так? Да, даже так, то есть, на самом деле, дети, они уже абсолютно вот все понимают, что ты вот, вот в курсе абсолютно всего, что происходит, то есть, не надо думать, что раз они маленькие, они ничего не знают, наоборот, они даже могут знать больше, чем мы, и понимать. Те же взрослые, просто меньше опыта, наверное, да, то есть, тем что-то труднее, но зато понимают, они все равно все прекрасно. И говорят то, что думают, а не то, что надо. И говорят, да, все, что думает про тебя ребенок, все он тебе доложит, скажет, какой-то плохой, хороший, все, все по улучшкам оставит. В этом и есть, мне кажется, прелесть вот того самого возраста детского, когда дети открытые, чистые, когда они еще не умеют врать. Ребят, мы вспоминали ваши студенческие годы. О, да, барабанная дробь. Мы приготовились, как вы видите, к эфиру, и нашли ваши совместные фотографии. Наверное, это студенческая весна. Люды в виде кофейного зерна. Самый лучший костюм, на самом деле, когда ты просто вот такое большущее зерно, где у тебя есть только руки и ноги, и ты такой, уууу. У нас была студенческая весна про кофе, и вот я показывал. Юр, почему же ты с бензопилой? Хотел перемолоть зерна в кофе. Да, и поэтому у нас такая вот есть фотография. Ну, и вот следующий, следующий как раз таки. Да, то есть я убегала-убегала, пыталась убежать. Но не убежала. Да, но не удалось. Меня все-таки, да, меня все-таки перемололи. Перемололи. Да. Здесь мы можем крупным планом заметить костюм. Да. Он, кстати, до сих пор есть у меня дома, и он такой вот большой, и поэтому его можно использовать там. А ты сама его шила? Ну, мы пытались, на самом деле, сделать его полностью самостоятельно, но так как там сложная конструкция, на самом деле, а мы так как... Мы физматные, не ТЭФ, не ТЭФ. Да, мы можем там рассчитать просто, что-нибудь, да, не построить, поэтому мы пытались, ну, сделали его на заказ, но мы делали все равно, можно сказать, его сами. То есть мы не покупали его ни у кого-то с рук, это была лично наша идея, придумать такой номер, зарождение кофе. Да, то есть у нас все было то, что я вначале была зеленая, то что, да, кофе же, кофейные зерна зеленые, их надо обжарить. У меня выходили люди с факелами как-то сжигать, да, потом нужно перемолоть, и там, можно сказать, это просто страдание кофейного зерна, которое в итоге каждое утро на каждом столе, и вы такие счастливые пьете его. А нет. И даже не знаем такую тяжелую предысторию кофейного зерна. Да, зерна тоже страдают. Попадает к нам на стол. Какой год это примерно? Помните, может быть, студвесны? 16-й или 16-й? Нет, это 16-й год. 16-й, да. Главное, чтобы эти фотографии в школе дети не увидели. Да. Я думаю, им понравится. Да, я вам скажу, понятно, все с вами Юрий Юрьевич, бегайте, значит. Да. Вот это артистизм, я вам хочу сказать. Да. Это что уж, да? Это с той же студвесны. Это та же студвесна, я их понимаю, да? Да, только я теперь сменила костюм, я сняла зерно, да, и я стала... Я созрела, да. Переодела в зефирку. Как мы видим, да, переоделась в зефирку. Да, ничто не меняется, наверное, да? Ну что, с вашей творческой жизнью мы разобрались. Теперь, Юр, помоги мне, пожалуйста. Вы думаете, у нас все на этом закончилось? Нет, дорогие друзья. У нас... Десерт, скажем так. Вишенка на торте. Баттл. Да, наш баттл. Так как вы являетесь технарями, а мы с Катей гуманитарии. Мы все-таки гуманитарии. На самом деле, никогда не понимала вот этих ваших формул. Я вас уважаю, но я этого не понимаю. Но мы далеки от этого, простите. И постоянная борьба, знаете, как между черным и белым, между технарями и гуманитариями. Всегда, постоянно. Поэтому мы все-таки... Мы предлагаем начать битву и узнать, кто же умнее окажется сегодня. Ребят, вы же тоже приготовили нам вопросы. Держитесь, держитесь. Будет нелегко. Кажется, мы играем. Ну что, Катя, мы их порвем? Да. Да, мы вас порвем. Давайте, начинайте, ребят. Ой, давайте начнем с чего-нибудь попроще. Давайте с этого. Давай. Кто открыл силу тяготения? Вопросы школьные, поэтому здесь все честно. Я закончила школу в том году. Моя учительница по физике меня постоянно тренировала по этим вопросам. И я прям как вчера помню, как она мне говорит. Это был Ньютон! Да, ура. На самом деле, та история с яблоком, все это, конечно, выдумка, но, да, это действительно Ньютон. Зато запоминать лучше. Поехали. Ваш вопрос. Следующий вопрос. Назовите мне поэта Серебряного века. Из... Стоп. Рано, надо паниковать. Толстой, Пушкин, Ахматова. Осталось понять, Серебряный век, это когда сначала было хорошо, а потом не очень. Мне кажется, Ахматова. Правильно. Ура. Молодцы, литературу вы учили хорошо в школе. Ура. Следующий вопрос. Твой. Так, да. Вот этот будем сделать. Мы все выиграем. Хорошо. Что представляет из себя график линейной функции? Я знаю, знаю. График линейной функции в 10-м, в 11-м классе я чертила, вот просто закрыв глаза. Это прямая. Я не помнила этого. Я этого не помню. Мне становится грустно, потому что я писателя и это не знаю. А тут все-все знаю. Все все знают, а ты писателя не знаешь. Хорошо, следующий вопрос, отыграемся. Поехали. Аня. В каком году приняли Конституцию Российской Федерации? Ох, шестероке общества знаний. Так, значит, когда-то я родился, Россия уже развалилась. Россия развалилась, когда я рождался. В смысле Россия, это Советский Союз. 1993-й. Правильно. Ура. Ребята, я просто направляю тебя. А вот у меня теперь вопросик такой с подвохом. Какого декабря? 31-го? 13-го. Цифры местами перепутал. Все же в цифрах. Все перепутали местами. Победила дружба, мне кажется, ребята. Ура, ура, ура. А на этой прекрасной ноте, мне кажется, нужно прощаться с нашими замечательными гостями. Очень было приятно с вами познакомиться. Ребята, спасибо, что уделили нам время. Желаем вам удачи в вашей нелегкой работе с детьми, потому что математика это основа всех наук. Мы желаем действительно вам больших успехов и терпения. Спасибо вам, что позвали. Давайте еще, расскажем еще кучу историй. Обязательно. Обязательно вас позовем. Ребята, спасибо за эфир. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. С вами был проект День студента. До новых встреч. До свидания. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова